Обильные летние дожди и нежаркая погода поспособствовали активному росту грибов. Их собирают, варят, сушат, консервируют. Не исключена вероятность отравления. К сожалению, ни один грибной сезон не обходится без тяжелых последствий. В настоящий момент пожилая женщина из Расказовского района находится в больнице с подозрением на отравление. Как избежать знакомства с ядовитыми грибами, узнавала Дарья Белозерова. Случай отравления в Расказовском районе пока не подтвержден, но на территории области есть пострадавшие. Однако это совсем не значит, что отравившиеся ели ядовитые грибы. Возможно, они просто не соблюдали правила их обработки и приготовления. Безусловно, съедобные грибы не требуют термической обработки. Их можно засаливать и мариновать. К ним относятся белый гриб, подберезовик, подосиновик, масленок, сыроежка, лисичка, рыжик. Условно съедобные грибы обязательно нужно варить, так как многие из них содержат токсические вещества, которые при термообработке теряют ядовитые свойства. Это волнушка, грусть, свинушка, сморчок, сирушка. Можно победить даже яд мухомора, но бледная поганка шансов на положительный исход не оставит. Бледная поганка – это очень токсический гриб. При попадании в организм гриб действует на печень и почки в основе своей и разрушает клетки данных органов. Несмотря на то, что печень – это тот орган, который очень хорошо восстанавливается, бледная поганка так действует на него, что клетки печени с большим трудом восстанавливаются, иногда не восстанавливаются. Это зависит от того, какое количество человек употребил данного яда. И на место вот этих клеток потом идет такая жировая ткань, прослойка. То есть печень потом, если человек даже остается жив, то имеет очень большие проблемы с данными органами. Отравиться грибами можно даже, если они съедобные и правильно приготовлены, но собраны рядом с дорогой, свалкой, сельскохозяйственным полем или промышленным объектом. Грибы как губка впитывают вредные вещества. Также грибы могут нанести вред, если у человека проблемы с пищеварительной системой. Особенно опасно их употребление для детей. Все грибы имеют в своем составе хитиновое включение. Это такое органическое вещество, но, например, оно входит в панцирь краба и рака, который практически в организме не переваривается. Поэтому всем детям до 14 лет, а у детей именно до 14 лет идет развитие органов пищеварения, грибы употреблять не стоит. Любые грибы употреблять не стоит. Никогда не стоит, потому что у детей пищеварительная система несовершенна. Признаки отравления грибами могут не возникать в течение суток. Но если симптомы появились, а они такие же, как и при любом другом отравлении, необходимо срочно вызывать скорую помощь и обязательно сообщить врачам о том, что в пищу употреблялись грибы. Отравление грибами может иметь печальные последствия, вплоть до летального исхода. Дарья Белозерова, Максим Соколинский, Новости, ТВ Рассказово.